Добрый день! Это программа «Мнение» телеканал Беларусь и Терегомель. Меня зовут Михаил Садовский. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. Вторые игры стран СНГ в самом разгаре. Они проходят в Беларуси с 4 по 14 августа. По ряду видов спорта соревнования уже завершились и у Гомельской области есть поводы для гордости. Про то, как проходят состязания, про то, каков зрительский интерес ко вторым играм стран СНГ, говорим сегодня в программе «Мнение». С нами на связи спортсмены национальной команды Беларуси по пляжному волейболу Владимир Галотто и Дмитрий Майоренко. Владимир, Дмитрий, добрый день! Добрый день! Предлагаю пойти по порядку. Буквально на днях завершились соревнования по пляжному волейболу в рамках вторых игр стран СНГ, на которых, к слову, узнаю, в вашей команде удалось завоевать бронзовые медали. Вот для вас это далеко, естественно, не первый крупный старт, поэтому наверняка можно оценить уровень соревнований в проекции на другие турниры. Вот каким бы вы этот уровень обозначили? Насколько велика была конкуренция и как вам понравилась организация? Ну, по поводу организации, хотелось бы сказать и, наверное, поблагодарить, потому что все было сделано на высшем уровне, на самом деле. Площадки, начиная с площадок, линий, сеток, организации, места для зрителей, там вода, питание, абсолютно все было на высоком уровне, на самом высоком уровне. Поэтому я считаю, что вообще отлично подготовили все, сделали на самом высоком уровне. Нам очень все сильно понравилось по подготовке. Как и в принципе по уровню. А вот как бы вы оценили, к слову, зрительский интерес? Вот вы сказали, что все было готово для проведения соревнований, были готовы трибуны. Вот как отнеслись местные болельщики к этому форуму? Ну, людей достаточно было много, потому что, начиная даже с самых первых игр, неважно было, это самое раннее утро, людей было практически полная трибуна. Приходили и болели и за Беларусь, и смотрели на остальные команды, потому что всем это интересно. Плюс ваш город, достаточно небольшой город Молодежьмена, но тем не менее он очень красивый, и люди приходят, и тоже им интересно, что что-то у них проводят. Это на самом деле круто, это очень сильно развивает наш вид спорта, поэтому это невероятно круто. Очень много было и мест, в принципе, зрительских, большие трибуны. Там, где на площадках не было трибун, были установлены пуфики мягкие, на которых было тоже зрителям очень удобно, и все смотреть. Везде была вода, условия были на максимально высоком уровне, поэтому, я думаю, всем тоже зрителям понравилось. Слушайте, вот вы сказали про такую фразу самых первых игр. А вообще, сколько матчей пришлось сыграть до того момента, когда вы получили бронзовые награды? Получается, были групповая стадия. В нашей группе было пять команд, во второй группе четыре. То есть мы в своей группе сыграли четыре игры, и потом были полуфиналы, и игра за третье место. Получается, всего шесть игр мы сыграли. Вот как бы вы прокомментировали уровень соперничества на вторых играх стран СНГ, что можно сказать именно про силу противников? Вот поясню свой вопрос. Можно ли говорить о том, что все команды были более-менее равны, либо все-таки какие-то фавориты у турнира были известны до самого старта? Ну, можно сказать, относительно фавориты были известны, да. Это российские пары, потому что, ну, мы их знаем, они играют в чемпионате России, иногда следим за ними, а также они являются по своему возрасту призерами победителя чемпионата мира, чемпионата Европы, поэтому мы знали, кто к нам приедет, но мы все равно к ним готовились. Остальные пары, в принципе, были все примерно одного уровня, поэтому развязка была очень интересная. Даже те же самые наши три пары, которые выставлялись, мы все примерно одинакового уровня, поэтому у каждого мог каждый выиграть. Вот вы предвосхитили мой вопрос, как бы у команд сборной Беларуси были вот номера Беларусь-1, Беларусь-2, Беларусь-3. Вот вы играли в первой команде, но получается, что и вторая, и третья, это примерно один и тот же уровень, да? Ну, примерно да. Там где-то кому-то чуть-чуть больше повезет, где-то кто-то лучше сыграет и все. А так примерно у нас три пары были очень хорошего одного уровня. Вот мы на тренировках у другого каждый раз выиграем. То мы, то они и так далее. Вот раз уже заговорили про несколько команд сборной Беларуси, знаю, что в матче за третье место вы играли как раз-таки против другой команды от нашей страны. Вот скажите, как-то это добавило градуса накала страстей на площадке? Со своими проще либо тяжелее играть? Ну, я бы сказал, что со своими, скорее всего, тяжелее играть. Потому что, ну, вы хорошо друг друга знаете, все знают, что с вами делать, как с вами играть, какие у вас слабые и сильные стороны. Поэтому, я думаю, со своими всегда тяжелее играть. Вот заговорили про то, что у вас бронзовые награды турнира. Вот расскажите, насколько они легко либо трудно дались? И как бы вы оценили игру в принципе как свою, так и в целом игру команд, которые выставляла наша республика на вторых играх стран СНГ? Ну, я считаю, что уровень игр в принципе был высокий, потому что и наши пары, опять же, три очень хорошие, плюс приехали и Казахстан, и Узбекистан, и Армения. Все пары примерно, ну, парни приехали, понятно, ставят честь своей страны, и они по-любому что-то умеют. И они показали то, что они умеют. Это было очень интересно, как для нас международный опыт, посмотреть, как это, как ребята играют, какой у них волейбол может какие-то подсмотреть, как, например, Россия, какие-то элементы, потому что российские пары очень красиво играют, они показывают красивый волейбол, и опять же, ты сам растешь, когда играешь с более сильными командами. Вот это самое крутое, то, что может быть. Чем больше ты играешь с сильными парами, то есть ты растешь сам. Вот этого нам надо и то, что мы хотим, чтобы самим добиваться больших высот. А вот если говорить именно про уровень игры, который показала наша сборная, то как считаете, сыграли на свой уровень, либо же где-то даже, возможно, выше головы прыгнули, либо где-то не добрали? Вот как считаете? Ну, я думаю, пока вот с теми командами, которые приехали, я думаю, это пока максимум. Потому что с россиянами можно навязывать свою игру, но все равно чувствуется небольшая разница в классе игроков, в мастерства, в опыте, поэтому с ними пока тяжело конкурировать. А остальные все команды были примерно одинаковые, поэтому, да, это достойное место, пока это по праву нашему. Слушайте, а вот было ощущение перед стартом турнира, что вы действительно можете зацепиться за медали? Да, 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 мы это понимали, оценивали. То есть мы и шли к этому, у нас не было задачи как-то просто выступить, показать игру, мы шли только за медаль. Как и любой спортсмен идет за медалью, мы, даже играя с Россией, мы всегда хотели, ну, мы не думали, что где-то поэкономить силы, оставить на другую игру. Мы всегда шли, шли и выкладывались по максимуму, чтобы добиться самого высокого результата. Дмитрий Владимирович, позвольте следующий вопрос. Вот мы с вами говорим про национальную команду, которая представляла нашу страну на соревнованиях. А вот если говорить про вид спорта, такой как пляжный волейбол в целом, то, как считаете, на каком уровне развития он сейчас в стране находится? Можно ли говорить о том, что вот интерес к вашему виду спорта со временем действительно повышается? Да, я думаю, с каждым годом он все больше развивается, больше, ну, турниров, популяризация, плюс детский спорт, каждый раз, каждое лето играют. Поэтому, я думаю, с каждым годом он становится все лучше и лучше, больше интерес проявляет к нему. Ну, это плюс еще, как минимум, красивый вид спорта, хочу отметить. Предлагаю следующий вопрос. Вот вы же играете не только в пляжный волейбол, знаю, что и в классический тоже. Представляете волейбольный клуб «Энергия». Насколько разнится сама игра на паркете, да, и вот на песке? Насколько справедливым будет утверждать то, что опыт игры в классический волейбол помогает впоследствии в игре на песчаных площадках? Ну, так получилось, что мы и в классическом и в пляжном волейболе, то есть мы как бы изначально начинали спортивную школу, это было летом зал, ой, точнее, зимой, ну, то есть не летний временный зал, и летом мы выходили все на песок в детских соревнованиях и так катались. Ну, и сейчас так и осталось, что профессиональный волейбол, мы в профессиональном клубе играем в сезон, сезон заканчивается, кто-то идет в отпуск, мы отправляемся на песок, и дальше работаем. Потому что нам это интересно, мы в этом заинтересованы, мы хотим больше развиваться и расти. По поводу разницы, разница очень большая, потому что в пляжном волейболе намного больше ответственности, вы играете только вдвоем на площадке, ответственность, грубо говоря, поделится пополам. Только от тебя и от его напарника зависит результат. Поэтому и, в принципе, по сложности, мне кажется, пляжным волейболом посложнее. Почему? Потому что на игру на пляже влияет и погода, может быть, и холод, и, наоборот, жара, дикая, горячий песок. То есть выносливость нужна намного больше. Также прыгать на песке гораздо сложнее. Но это не от себя того, что в классическом волейболе тоже сложный. Поэтому просто что, в пляжном отличие большое. Ну, площадка, понятно, меньше, мяч другой. Но в любом случае нагрузка очень большая идет только на вас двоих. И самое главное, что ответственность только на вас двоих. То есть в классическом волейболе у вас на площадке шесть-семь игроков с либерой, ты можешь там два-три розыгрышей в какой-то позиции даже не коснуться мяча. То есть это абсолютно нормально. В пляжном волейболе так не прокатит. То есть от тебя очень многое зависит, поэтому результат зависит только от тебя. Вот это самое крутое, что ты сам можешь решить исход игры. Смотрите, вы заметили то, что в обычном в классическом волейболе на площадке шесть игроков, а в пляжном, как все мы знаем, два. То есть правильно ли я понимаю, что вопрос взаимопонимания на площадке это первоочередной тогда вытекающий вопрос, как вот конкретно было принято решение сформировать дуэт, потому как вы же должны на предельном просто уровне друг друга понимать. Возможно, просто за этим стоит в том числе и дружба. Да, вполне. Наш дуэт образовался еще с далеких времен, когда мы были в детской и юношской школе. Нас вот тренер вместе поставил, и вот мы так все время идем вместе в один клуб и так же и на песке. Согласен, взаимодействие между партнерами это очень важно, потому что если у вас будут какие-то недопонимания, разногласия, это будет совсем уже другая игра. Поэтому это очень важный фактор в данном случае пляжный волейбол. Слушайте, возник у меня такой еще вопрос. Вот, как вы заметили, пляжный волейбол это все-таки такой достаточно сезонный вид спорта, а никогда не возникало желания просто взять сосредоточиться только на классике, только на паркете? Ну, наверное, нет, потому что классический волейбол он как бы круто, супер, но опять же, летом, когда все, в любом случае какой-то отпуск есть, период между сезонами, и в это время ну очень, кто-то любит очень сильно отдыхать, у нас наоборот дикое желание продолжить играть и пойти на пляж, потому что в любом случае лето, песок, это как намного круче, мне кажется, даже. Эмоциональнее, наверное, даже, да? Ну да, он более зрелищный, мне кажется, даже в волейбол, как бы. Плюс это такой вид спорта, то есть даже на пляже где-то будет стоять там сетка, корты, и даже люди отдыхающие придут посмотреть, сами придут поиграть. Ну, это такой сезонный вид спорта, он на самом деле очень крутой, хоть создаются и крытые корты, и на них профессионально тренируются, но все равно лето, пляж, очень нравится всем. Позвольте следующий вопрос, вот вторые игры стран СНГ отличный международный старт, который дает шанс испытать свои силы на самом высоком уровне, но давайте признаем, что, увы, для наших спортсменов сейчас недоступны многие соревнования за пределами страны. Вот как думаете, повлиял ли как-то этот факт на развитие уровня волейбола в Беларуси, или спортсмены это те люди, которые выкладываются всегда на 100% вне зависимости от внешней ситуации? Я думаю, все равно какую-то роль сыграло, это, конечно, что все закрыто, но и поэтому с ненавних времен и сотрудничают наши федерации, Белорусская федерация волейбола и Всероссийская федерация волейбола вот договоренности, поэтому, в принципе, когда нас пустили участвовать в чемпионате России, наша первая пара, поэтому, в принципе, минимально этот вопрос закрылся, потому что там уровень тоже хороший и там можно тоже набираться хорошо опыта, там очень много пар сильных и поэтому так. А вот подскажите, вот по той же самой причине, вот внутри союзного государства, да, в последние годы было создано множество турниров, вот на каких-то из них присутствовали, какие удалось показать результаты, может быть, вот сможете привести какой-то последний пример, кроме игр стран СНГ? Нет, наверное, кроме стран СНГ, мы участвуем только в чемпионате Республики Беларусь, каждую туру не пропускаем, то есть больше пока не было у нас возможности выехать, то есть первая пара, наша Дедков Петрушка, которая прям базируется на пляжном волейболе круглый год, они выезжают в Россию, то есть круглый год они как бы тренируются в крытых портах и на летних портах, и они ездят в Россию и участвуют там в чемпионате России, там, где, в принципе, и те самые пары, которые участвовали у нас на странах из СНГ, поэтому мы очень бы хотелось бы поездить, мы только за, мы всегда готовы, потому что для нас это, опять же, как я говорил, чем мы играем сильнее пары, тем больше мы набираемся опыта и сами растем, поэтому было бы здорово поездить, но пока такой возможности не предоставлялось. Ну, будем надеяться, что эта возможность в самое ближайшее время у представителей гомельского пляжного волейбола появится. Ну и позвольте тогда завершающий вопрос, вот, дайте совет тем, кто возможно воодушевится вашими успехами, как стать успешным волейболистом, когда можно приходить заниматься в обычный волейбол, в пляжный волейбол, куда стоит приходить и почему этого бояться не стоит? Ну, вообще, лучше заниматься с более раннего возраста, а так, что можно пожелать, ну, главное, чтобы ты ставил цели перед собой, шел к ним, будут трудности на пути, но ты не ломался, а продолжал идти вперед, 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 верил в себя и тогда все получится. Дмитрий Владимирович, огромнейшее вам спасибо за то, что сегодня вышли с нами на связь. Еще раз примите искреннее поздравление с действительно заслуженной бронзовой наградой, которую вы подарили болельщикам всей нашей страны. И еще раз спасибо за то, что в наш эфир пришли. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. В завершающей части программы мы выйдем на связь с обладательницами серебряных медалей в соревнованиях по пляжному волейболу среди девушек. Не переключайтесь. С нами на связи представительницы национальной команды Белоруссии по пляжному волейболу Ольга Абраменко и Надежда Тишкова. Ольга, Надежда, добрый день. Здравствуйте. Во-первых, поздравляем вас с серебряной наградой и вторых, игр стран СНГ в соревнованиях по пляжному волейболу. Что называется? По горячим следам хотелось бы услышать мнение вице-чемпионок турнира о том, как прошли соревнования и какие, в принципе, впечатления этот турнир оставил у вас в памяти. Во-первых, спасибо за поздравления. Соревнования прошли на высочайшем уровне. Нам все очень сильно понравилось. Это был наш первый такой опыт на высоком уровне турнира. Ну и, конечно, хотелось бы отметить болельщиков. Они были просто невероятные, вызвали потрясающие эмоции, полная трибуна, было все прекрасно. Спасибо им. Вот у меня предыдущие ребята в эфире сказали, что болельщики действительно очень крутое впечатление оставили. Как вообще была поддержка? Вот как болели за своих белорусы? Ну, это было безумно, потому что все время поддерживали, все время там проигрываем и выигрываем, все время слышны слова поддержки, поэтому... То есть родные стены помогают? Да, да. Предлагаю к следующему вопросу перейти. Вот перед стартом турнира по пляжному волейболу специалисты заявляли о том, что уровень соперничества будет крайне высоким, особенно в соревнованиях у девушек. Вот с каким настроением в принципе подходили к играм? Ставили ли перед собой задачу завоевать медали любой ценой, либо же просто больше хотелось проверить свои силы на прочность? Ну, мы достойно достаточно подготовились к соревнованиям, подошли к ним с решительностью и большими надеждами, понимали, что девочки из России очень сильные и против них нужно показать очень хорошую игру. Немного нам не повезло в финале, но все же результат достойный. Это Россия. То есть тоже по мотивам разговора с парнями с вами, я так понимаю, что основную конкуренцию сборной Беларуси составляли команды Российской Федерации. Ну да, там уровень волейбола очень высокий, все очень развито, поэтому хорошие конкуренты. Давайте следующий вопрос. Вот за считанные недели до старта вторых игр стран СНГ прошли тестовые соревнования для проверки готовности спортивных арен. Вот вы были на этих стартах и, как считаете, насколько справедливым будет утверждать, что данные соревнования позволили ощутить вкус соперничества и настроиться на ту волну, которая впоследствии позволила вам завоевать серебряные награды. мы были на этих стартах, их было несколько, вот из последних вспомнить можно, было 28 30 июля, первенство среди девушек 6-го года и моложе, там мы с Олей заняли первое место, подняли кубок, но это был очень хороший старт, мы почувствовали жажду к играм, наверное, так. Ну и немножко уверенность в силах. Да, уверенность появилась больше. Ну а завоевать медали на вторых играх стран СНГ нам помог труд на протяжении всего времени. Ну и отдельно он все сделал. Вот перед стартом представители национальной команды по волейболу заявляли о том, что главная задача, которую ставят перед собой соревнования, это проверка ближайшего резерва нашей сборной. Поэтому предлагаю посмотреть дальше, после окончания выступления на молодежном уровне. Вот хотелось бы попасть в состав национальной команды, можно ли говорить о том, что вот ваш дуэт к этому событию планомерно вот так вот по шагам идет? Очень хороший вопрос. И я думаю, что все спортсмены в принципе стремятся попасть в национальную команду, сыграть за сборную свою, за Беларусь, страну. Вот. И мы не исключение, будем работать, а мы увидимся со временем, что у нас получится. Слушайте, а вот какие были ощущения, когда вот во время вручения серебряных медалей был поднят флаг Республики Беларусь и заиграл национальный гимн? Ну, у нас национальный гимн не заиграл, так как мы второй были. Поэтому вот хотелось очень золотые медали для того, чтобы спеть гимн Фабуги Беларусь. А так все равно были мурашки похожи. Хотелось больше. Будем надеяться, что все это произойдет, причем в самом ближайшем будущем. Как раз таки, если я не ошибаюсь, буквально через два года будут третьи игры стран в СНГ, в Азербайджане. Надеюсь, мы туда попадем. Вот если продолжать говорить о развитии молодежного спорта в нашей стране, то можно обратить внимание на то, что в последние годы появилось действительно немало соревнований под эгидой Беларусской Федерации Волейбола и Президентского Спортивного Клуба. Вот как думаете, насколько это позволяет популяризировать ваш вид спорта в нашей стране? Ведь здорово, что даже самые юные спортсмены могут ощутить дух соперничества. Вот вы когда приняли решение, что хотите играть в пляжный волейбол? Действительно, всем заметно, что сейчас Беларусская Федерация Волейбола совместно с президентским клубом очень сильно развивает детский волейбол. И это очень круто, потому что юные спортсмены хотят работать, они хотят развиваться. Сами мы тоже начали с раннего возраста заниматься волейболом классическим, чуть позже попробовали пляжный, но так работаем. Я понял. Вот слушайте, приоткройте завесы тайны, что стало причиной появления вашего дуэта? Это исключительно какая-то спортивная составляющая, либо же все-таки причиной могла стать дружба вне площадки? Ведь насколько я понимаю, в пляжном волейболе такое понятие как взаимопонимание стоит на первом месте. Дружба вне площадки это важная составляющая пляжного волейбола. Мы тренировались длительное время вместе, играли в разных парах, но так сложилось, что стали играть чуть больше, у нас начало получаться, надеемся, еще будет лучше получаться в будущем. А дружба тоже имеет место быть, и, конечно, взаимопонимание вне площадки очень сказывается хорошо на игре. Позвольте следующий вопрос для вас. Ситуация с международными стартами пока остается во многом под вопросом, но в том числе благодаря этому у белорусских молодых спортсменов появилась возможность соревноваться со сверстниками из России. Принимаете ли вы участие в таких стартах, как это в принципе отражается на спортивной готовности, и удается ли показывать какие-то результаты? Девчонки из России по-настоящему хорошие соперники, они круглогодично работают на песке, но мы с ними не так часто встречаемся на площадке, как хотелось бы, но всегда знаем, что против них мы покажем лучшую свою игру. В прошлом году, например, мы принимали участие в турнире Junior Draft, и там показали достойный результат. Но сам, наверное, запоминающимся стартом все-таки ставим вторые игры страны СНГ, потому что там достойные игры. Неоднократно слышал мнение о том, что для того, чтобы стать лучшими, нужно соревноваться с лучшими, поэтому я думаю, что у вас такая возможность обязательно будет, если не против, предлагаю следующий вопрос. Вот если вернуться к обсуждению самого турнира по пляжному волейболу на вторых играх страны СНГ, то как бы вы оценили комплекс на уровень соперников? Ну, понятно, вот мы уже поговорили, да, Российская Федерация традиционно выставляет сильные команды, а как обстоят дела со всеми остальными? Можно ли говорить о том, что вот результат, который Республика Беларусь показала, он вот полностью соответствует тому уровню, на котором наш волейбол сейчас находится? Конечно, уровень стран очень хороший, из Казахстана девочки очень неплохо смотрелись, мы даже думали, что они в четверку зайдут, вот, из Узбекистана девочки, там сейчас очень сильно развивается пляжный волейбол, ну, Армения тоже неплохо, но все-таки основные соперники были россиянки, и мы основные игры были против них, поэтому Беларусь показала достаточно хороший уровень, да и не только в пляжном волейболе, она сейчас на играх страны СНГ тоже показывает чего достойно. Слушайте, у меня вот такой вот вопрос возник, вот на соревнованиях же сборная Беларуси была представлена не только одной командой, вот со своими соотечественницами удалось сыграть, и вот скажите, вот ребят сказали, что со своими всегда играть труднее, вот а вы как скажете? Конечно, труднее, они всегда знают слабые места, да и на тренировках всегда с ними играть, и на соревнованиях не сильно приятно, хотелось бы, наверное, с другими сыграть. Мы полуфинальную игру играли против наших, выиграли, ну да, впечатления в любом случае остались. Ну и завершающий вопрос, если не против, вот в завершении разговора хотелось бы услышать ваше мнение насчет того, как старты, подобные вторым играм стран СНГ, повлияют на популяризацию как вашего вида спорта, так и в целом спортивного движения в нашей стране. Есть ли вот ощущение от того, что после соревнований желающих прийти в секции по волейболу станет больше? Ну, знаете, видя на трибунах молодежь, которая кричит гордо Беларусь за нас, можно сказать, что они хотели бы оказаться, возможно, на нашем месте. Ну и поэтому желающих заниматься волейболом, но также другими видными спортами после вторых игр стран СНГ будет намного больше. Ольга, Надежда, огромнейшее вам спасибо за то, что в наш эфир пришли, дали возможность нашим зрителям увидеть воочию вице-чемпиона к турниру по пляжному волейболу на вторых играх стран СНГ, но еще раз принимайте поздравления. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Сегодня в нашем эфире мы услышали мнение гостей, которые видят соревнования изнутри и защищают цвета флага Беларуси непосредственно на спортивных площадках. Выводы напрашиваются сами собой. Хоть вторые игры стран СНГ еще не завершены, но уже с уверенностью можно сказать, что игры удались. Спасибо, что смотрели этот телеканал Беларусь Тарегомель, Михаил Садовский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова